Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Екатерина Пазекова. В этом выпуске расскажу вам о новинке дворца книги «Кот на счастье» Тамары Крюковой. Тамара Крюкова автор книг для детей и юношества. Работает в разных жанрах с читателями разных возрастов. Одни книги написаны для подросткового возраста, другие адресованы старшим школьникам и взрослому читателю. В ее багаже есть фантастические, реалистические повести, повести, сказки, рассказы, сказки и стихи. Ее книги приведены на многие языки. На сегодняшний день автор является лауреатом премии Международного общественного фонда «Русская культура» за возрождение произведений о подростках России, а также Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса». По ее произведениям сняты два полнометражных художественного фильма. Молодежная романтическая история по повести «Кости плюс Ника» и кинокомедии «Потапок в доске». Стоял чудный летний денек из тех, когда на небе нет ни облачка. Припекало солнце, но в ажурной тени винограда было прохладно. Лозы так заплели маленький садик возле одноэтажного дома из красного кирпича, что он походил на беседку. Кроме винограда там росло всего три дерева – яблоня, вишня, груша. А за штакетником, отделяющим хозяйственный дворик, раскинулся старый крижистый абрикос. Под абрикосом примастился сарай с погребом и курятник. Правда, сейчас курятник пустовал, впрочем, как и сам дом. На крыше сарая в пятнистой тени абрикоса возлежал потрепанный пегий кот. Он был из тех вольнодумцев, которые привыкли к свободной жизни. Закаленный в постоянных уличных баталиях, котяра потерял полуха, зато приобрел славу бесстрашного бойца. Его побаивались не только коты, но и местные собаки. Кот давно облюбовал этот двор. Житье тут было сытное. В сарае водилось множество мышей. А с весны, когда хозяева дома съехали, он считал себя полноправным владельцем здешней недвижимости. В это утро кот, как обычно, сладко дремал на крыше, отдыхая после ночной охоты. Когда его сиесту неожиданно прервали самым бесцеремонным образом, ворота со скрипом распахнулись. Услышав шум, кот лениво приоткрыл один глаз, и сон как рукой сняло. Здесь явно что-то затевалось. Чтобы ничего не пропустить, он, крадучесть, переполз поближе к краю крыши. Не то чтобы его интересовала жизнь людей, но все же стоило посмотреть, кто претендует на роль его новых соседей. Трое мужчин. В темно-зеленых комбинезонах выгружали из фургона мебель, коробки и прочий скарб. С присущей ему проницательностью кот сразу смекнул, что хозяином является четвертый. Пожилой, сидеющий господин стоял посреди двора, сжимая в одной руке черную сумку с ноутбуком, а в другой настольную лампу, и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Зато немолодая, полная женщина распоряжалась всем за двоих. Не было никаких сомнений. Кот, оценивающий, оглядел вновь прибывших жильцов, и в его душе все перевернулось от возмущения. Шерсть непроизвольно вздыбилась, а когти сами собой появились из-под мягких подушечек на лапах. Из-за грузовика показалась собака. Большой кудлатый пудель с добродушной мордой. Судя по округлым бокам, давно утратившим присущую пуделям поджарость, пёс явно не голодал. Оказавшись на свободе, пудель принялся отплясывать вокруг хозяйки, повизгивая от удовольствия. «Эмик, не путайся под ногами!» – прикрикнула на него женщина. Но пёс не обратил на это ни малейшего внимания, продолжая на свой собачий манер объясняться ей в любви и преданности. «Эмик, ну и имичка!» – презрительно фыркнул кот. Он сразу не взлюбил домашнего питомца. И не без оснований. Пудель представлял немалую угрозу. Конечно, если бы им довелось встретиться в честном бою, кот сумел бы без труда попортить шкуру этому изнеженному хлюпику. В этом он нисколько не сомневался. Но после такой стычки хозяйка наверняка выставит его с насиженного места в сарае. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книжка добрая, поучительная, трогательная. Когда дочь только начала её читать, кот ей был несимпатичен вообще, нагло, жестокий моментами. А потом плавно, к середине книги он стал отважным, обаятельным. Были моменты, когда дочь плакала от жалости и сострадания к персонажам. Прочитала быстро и говорит, что обязательно перечитает ещё раз. Книга «Кот на счастье» очень нас удивила. Я бы сказала, порезла фруру. Очень интересная, содержательная, красивая, повествование, смешная. Я бы сказала, поучительная. Главный герой – кот Чизвисхан и его жизнь, боевого уличного котяры, который попал в дом к людям и ещё двум очаровательным собачкам. Что из этого получилось, сами прочтёте в книге. Книги Тамары Крюковой нам всегда нравились. И эта книга открыла её ещё с другой стороны. Увы, жизнь несправедлива, и лавры часто достаются побеждённому. Так или иначе, но прежняя сытая жизнь кота была под угрозой. Однако самое худшее ждало впереди. Следом за первой собакой появилась вторая. Старая миниатюрная пуделиха подслеповато огляделась вокруг, всем своим видом показывая, что ей надоела мирская суета, и улеглась под яблоней. Кот понял, что в этот роковой день его покою пришёл конец. Он не имел ничего против того, чтобы в дом заселились люди. Но в данном случае были затронуты его личные интересы. Судя по всему, хозяйка души не чаяла в своих питомцах и наверняка встанет грудью на их защиту. Кот с тоской подумал, что ему, скорее всего, придётся искать новое пристанище. Любой другой на его месте тихо удалился бы, но гроза местных четвероногих был не таков. Решив, что он имеет полное право напоследок поразвлечься, кот спрыгнул на штакетник, прошествовал к яблони и, взобравшись на ветку, уселся прямо над пуделихой. Старушка давно утратила остроту зрения и в упор не видела сидящего над ней кота. Эмик тоже не сразу заметил потенциального противника, потому что принимал активное участие в разгрузке машины. Он изо всех сил вертелся под ногами, чтоб работающим было не скучно. Впрочем, кот не спешил. Некоторое время он, лениво щурясь, наблюдал, как люди суетятся вокруг дивана, пытаясь протащить его так, чтобы не задеть куст гортензии. А потом принялся наводить лоск. Он старательно вылизывал хвост, когда его заметил Эмик. Пес застыл и, слегка приподняв ухо, с любопытством уставился на кота. Вообще-то, пудель носил громкое имя Эммануил, но хозяева звали его Эмик. Пес не возражал. Он отличался веселым и покладистым нравом, и такие мелочи, как имя, ничуть не влияли на его настроение. Будучи жизнерадостным и добрым малым, Эмик никому не питал зла, и только древняя вражда между собаками и кошками заставила его не слишком дружелюбно проворчать. «Ты кто такой?» «Твой кошмар, Толстопуз!» В ответ проурчал кот. «Ты чего обзываешься?» «Это наш дом!» Тявкнул пудель. «Поцелуй меня под хвост!» Призрительно процедил кот, задрал лапу и, выказывая полное презрение к собеседнику, принялся с еще большим усердием лизать под хвостом. Всякий знает, что дразнить собак – одно из самых и изысканных развлечений котов. Правда, подчас оно бывает довольно опасным. Многие отважные герои сложили буйные головы на собачьей кориде, раззадорив до бешенства псов и не успев вовремя вскарабкаться на подходящее дерево. Но какой же бойцовский кот не любит острых ощущений? Однако сейчас котом двигала не страсть к приключениям, а безнадежность и злость. Он знал, что ему придется уйти с обжитого места и хотел напоследок отвезти душу и всласть поиздеваться над виновником своего несчастья. Пуделиху кот в расчет не брал, считая старушку просто шкурой, которая по какому-то недоразумению все еще продолжает ходить на собственных лапах. «Не дорывайся, приятель! К чему нам ссориться?» – прогавкал Эмик. «Рваный тапок тебе, приятель! Видно, давно ты не получал по морде. Хочешь попробовать?» – ухмыльнулся кот и, наслаждаясь своей безопасностью, как бы невзначай выпустил когти. От такого нахальства даже самый добродушный пес может впасть в бешенство. Эмик залился лаем, осыпая противника бранью. «Что там такое?» – прохрипела Пуделиха, задрав голову и подслеповато сощурившись. Она приходилась Эммануэлю матерью и, в отличие от своего отпрыска, была от чистых кровей. Когда-то она даже состояла в клубе и имела паспорт сродословный. Эммануэл был ошибкой молодости. Остальных троих щенков из того помета отдали, и она не знала, да и не слишком интересовалась, как сложились их судьбы. А Эммануэл остался у хозяев. Больше щенков у нее не было, но двери элитного клуба закрылись для нее навсегда. Пуделиху звали Асусенна или попросту Ася. Хотя она не одобряла подобной фамильярности. «Котное счастье» – книга о коте Чизыскане. В заброшенном деревенском доме, давно обжитом безымянным котом, поселились новые жильцы – двуногие и четвероногие. Естественно, кот счел себя обиженным, но не торопился уходить. Новые жильцы пригласили его в дом и дали ему замечательное имя – Чизыскан. Именно такое имя может быть у свободного бойцовского кота с независимым характером. Если бы люди понимали язык животных, они бы узнали много интересного. Это только кажется, что жизнь наших питомцев однообразна и скучна. На самом деле, будни мохнатые братья наполнены увлекательными приключениями. А еще интересно узнать о себе со стороны и что о нас думают наши любимые питомцы. Чем же закончится приключение рыжего проказника, можно узнать, прочитав книгу, которая находится в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали Тамару Крюков? Делитесь в комментариях.